Если кто-то, непредвзято и объективно задумается над всеми затронутыми мною проблемами, и его ум пойдет более настойчиво искать новые пути к познанию непознанного, то я имею полное моральное право считать, что моя цель достигнута, и это самое главное, что я сделал в своей жизни как исследователь, контактер и человек. Эмиль Федорович Бачурин, первооткрыватель Эмской зоны. Началось с того, что собралась людей, группа, которая увлекается вопросом инопланетных цивилизаций. И пошли они в Пермскую аномальную зону с надеждой, что будет какой-то контакт или что-то, какая-то неземная цивилизация. Собралась небольшая группа, но они надеялись все, кроме моего мужа. Он на это не надеялся совсем. Он говорит, ну, природа, Пермь, тайга, хорошо, говорит, отдохну, порыбачу. И вот в один из дней он ушел от поляны, где они находились, где стояли их палатки, тихонечко пошел рыбачить. И в какой-то момент он услышал у себя в голове голос «Ты кто?» Он говорит, я остановился, достал удочку и посмотрел за своей спиной, что происходит. Никого не было. Я стоял один. Ну, такое сомнение, может, послышалось, может, в голове что-то. Я, говорит, опять начал продолжать рыбачить. Опять вопрос «Ты кто?» Он говорит, полное было ощущение, что я сошел с ума. Я нахожусь один, а четко слышу вопрос у себя в голове. Тогда, говорит, я задал в ответ «А вы кто?» И мы ответили, что они с другой планеты и хотят войти в какой-то контакт, пообщаться, узнать, что и как происходит здесь. Они сказали, что они наблюдают за людьми. Но если честно сказать, то они считают, что мы как туземцы. Они говорят, вы настолько не цените то, что имеете. Вы издеваетесь над землей, над природой. Вместо того, чтобы улучшать свою жизнь, вы ее просто уничтожаете. Мы пытаемся вам помочь. Мы пытаемся что-то сделать, чтобы улучшить. Снять какую-то радиацию, снять какие-то проблемы. А вы, говорит, делаете все, чтобы только уничтожить, кого-то взорвать, какие-то войны. Но это были все разговоры позже. А в тот момент, он говорит, я, честно говоря, испугался. И когда вернулся обратно к ребятам на поляну, я, говорит, не сразу им сказал, что вот произошел такой контакт. Через день-два он им сказал. Они все взволновались, пытались как-то все осознать. И потом, первое, что они сделали, когда вышли из тайги, они пошли в клинику. И обратились к одному из психологов. Рассказали ему, что произошло, что произошел контакт. Он говорит, ну, вы могли бы нас обследовать, всех, группу? Ну, в основном, конечно, Виктора Коршунова. И сказать, что я не сошел с ума. Что мне это не послышалось. Что это не шизофрения. И они провели там 10 дней. Им выдали справку, что действительно, они не сошли с ума. Что они находятся в адеквате. Все замечательно. Говорит, после этого Виктор Коршунов стал общаться с иной цивилизации. Они приходили, договаривались. Через два года встречались. Они давали ему специальные контейнеры. В которые он, в определенных местах, которые они ему называли, он набирал воду и землю. Потом приходил, возвращался обратно в тайгу. Договаривались, в какой день, какой час, какое время они встречались. Получалось, что сначала эти люди приходили, как рассказывал Виктор, они были более двух метров ростом. У них были белокурые волосы до плеч, голубые глаза и совершенно синхронное лицо. Одна половина лица полностью походила на вторую. Они говорят, вот если к ним приглядеться, они немножко не такие, как мы. И они были в серебристых плащах. Они ставили контейнеры и отходили назад. Потом подходил я, забирал эти контейнеры, а при последующем контакте я ставил контейнеры, они забирали и ставили другие контейнеры. Он задал вопрос, для чего? Они говорят, мы помогаем вам, снимаем радиацию, очищаем, убираем, что возможно. Потому что вы не справляетесь с этим. Вот точно так же, когда над Челябинском летел какой-то метеорит, он должен был упасть на город. Инопланетяне сделали все, чтобы его сдвинуть, столкнуть с его траекторией, чтобы как можно меньше навредить людям. Наши люди восприняли, что все произошло само. За нами наблюдают. Когда Виктор задавал им вопрос, почему вы не входите с нами в какие-то контакты, почему отдельные какие-то люди, вы с ними общаетесь, а остальные, они говорят, вы еще не готовы. У вас настолько низкий уровень, что когда с любым человеком общаешься, через энный период времени задают вопрос. А вы можете нам дать оружие, чтобы мы были сильнее, чем другая страна? Они говорят, мы не для этого прилетаем на эту планету и стараемся вам помочь развить вашу цивилизацию, что-то сделать. Мы наоборот, чтобы сохранять природу, чтобы жить в любви, чтобы какое-то благотворное влияние было. У вас очень злобные люди. Не все, но многие. Поэтому мы наблюдаем и ждем, когда поднимется ваш уровень, чтобы можно было с вами общаться, пока вы не готовы. Контактеров много. Многие просто не говорят об этом, потому что считают, что их воспримут как сумасшедших шизофреников, как угодно. Как рассказывал мне мой муж, что он первое время пытался и с нашими органами войти в контакт и рассказать, что ему там какие-то формулы дают, чтобы донести до нашей цивилизации. Он говорит, я записывал, все это приносил, все это разрабатывал. Да, у него забирали все эти данные, все эти записи, все забирали. Да, в какой-то период, возможно, это попозже. Кому-то пригодится. Он говорит, я перестал этим заниматься. Потому что понял, что доказывать кому-то что-то, это, говорит, бесполезно. Я, говорит, наблюдал за многими экстрасенсами, которые пытались что-то доказать и сказать, что вы понимаете, вот я могу сделать то-то, могу сделать. Я не такой, как все. Ну и где все эти люди? Это все, говорит, сложно. Поэтому, говорит, я решил, что не пойду по этой дорожке и просто буду лечить людей. Так проще. Я не сам до этого дошел. Получилось, что я обратился к своим, как он их называл, друзьям, потому что у него однажды возникла проблема. Они ему помогли, но сказали, что постоянно лечить они его не будут. Они говорят, мы не имеем права вмешиваться в ваши земные дела. Мы вам можем единожды что-то исправить, что-то помочь и что-то вылечить. Но постоянно мы этого делать не будем. Вы должны сами доходить, учиться и что-то делать. Он говорит, я пытался, но мне сказали, что вы можете себя и других лечить сам. Вот своими руками. Он говорит, я не умею. Он говорит, сначала мы вам поможем. Только наблюдайте, что будут делать ваши руки. И он говорит, я увидел, что моими руками как будто кто-то руководит. Мне хочется сделать именно это движение, а не другое. И потом я увидел, что ко мне приходит образ какого-то человека. Он с бородой и в черном одеянии, в капюшоне. Я его называл учитель. Я запоминал, что мне говорят, как мне показывают, что мне надо делать, что ощущать. Да, я пытался это все запомнить. Через какой-то период времени, когда я однажды попал в лавру и увидел на стене огромную икону, она была очень большая, и увидел человека в черном капюшоне с бородой. Я, говорит, увидел, что это мой учитель. Я, говорит, обратился сразу к священникам и сказал, чья это икона. Я увидел своего учителя. Мне ответили, это Сергей Радонежский. И с тех пор, говорит, я считаю своим учителем Сергея Радонежского. Постепенно я настолько в это втянулся, что я смог работать сам, сам лечить и помогать людям. Виктор Александрович считал, что ему было это дано свыше его друзьями, потому что до этого у него таких способностей не было. он занимался радиотехникой, он совсем по другому профилю шел. А потом, говорит, ему его друзья инопланетяне сказали, вы можете лечить, только наблюдайте и запоминайте, что вам дано. И они руководили им. Он говорит, я просто смотрел, как действуют мои руки. И, говорит, просто пытался понять и запомнить. Со временем все стало получаться, все делается. Сначала, говорит, я сам в это не верил. Я лечил людей и смотрел на них и говорил, я действительно вам помог? Я действительно это сделал? Потому что, говорит, я делал, как меня учили. А помогает, не помогает? Я, говорит, еще первое время это не оценивал. Со временем, конечно, это все пришло, все смог и все делал. Единственное, он говорил о том, что я не могу лечить диабет и не могу лечить шизофрению, психиатрию, вот такие заболевания. Я могу облегчить, временно снять какой-то период стресс на короткий период, но излечению не в моих силах. Он говорит, я не могу с этим справляться. Для этого, возможно, есть другие люди, которым дано больше, чем ему. Дело в том, что мы с ним познакомились случайно. Сначала к нему ходила на лечение моя тетя. И она меня долго-долго убеждала, что вот познакомься, вот попробуй, ведь никаких там болевых ощущений не будет. Я говорила, нет. Нет, не хочу, не верю, ничего. Меня заставила жизнь, у меня получилось, я получала, получила травму, разрыв мениска и двух крестовых связок. Я не могла ходить. Когда я пошла в ЦИТО, они мне сделали снимок, сделали обследование и сказали, что мы сделаем операцию, ну, которая стоит энной сумму денег, но мы вам не гарантируем ничего. Вот это меня напрягло. Мне делают операцию и ничего ни хуже, ни лучше. А кто его знает, чем это закончится, дай бог, чтобы это была не одна операция. Я говорю, хорошо, я подумаю. И вот тогда я позвонила своей тете, она меня связала с Виктором Александровичем. Я его спросила, вы врач? Он говорит, что бы вы хотели? Я ему объяснила, что вот у меня я получила такую травму. Он говорит, я не могу вам сказать, смогу я вам помочь или нет. Для этого я должен увидеть, что с вами как. Я говорю, хорошо, все замечательно, только я до вас доехать не могу. я идти не могу. Он говорит, хорошо, говорите адрес, я приеду сам. Он приехал, я на него смотрела. Если честно сказать, я не верю во все эти чудеса. Я так допускала, что вдруг поможет, а вдруг что-то произойдет, все-таки хуже не будет. в ЦИТО я успею обратиться, чтобы они меня прооперировали. И когда Виктор Александрович посмотрел, он в основном поставил руки к колену, он мне сказал, давайте попробуем. Я ничего не гарантирую и ничего не говорю, пробуем. В тот период я работала в театре Коши Куклачева. Травму получила на сцене. Через 10 дней после работы Виктора Александровича я вышла на сцену и работала. В это можно верить, можно не верить, но я работала. Да, он не смог убрать мне, вылечить мениск и что-то сделать. Эта травма у меня осталась. Но крестовые связки, как я его спрашивала, они, говорит, там, они, говорит, висели на ниточках. И я, говорит, просто их сращивал, просто вот наращивал, стягивал и соединял и делал. Сейчас прошло уже много лет, и когда я делала МРТ, проверяла, мне сказали, в связках у вас нет проблем. Да, у вас есть мениск, у вас там есть старая травма. Но травмы, связок у вас никаких. А там не просто было растяжение, там был разрыв связок. Это у меня все документально есть. поэтому верить, не верить. Я говорила 50 на 50. Верю, не верю. Но если со мной что-то случалось и мне нужна была срочная помощь, я бежала к нему. Я ему говорила, я не верю. Он говорит, а мне не надо, чтобы ты верила. просто попроси тебе помочь. Я говорю, почему попроси? Он говорит, а я не имею права вмешиваться, если меня об этом не просят. Попроси. И после этого я буду тебя лечить и буду тебе что-то делать и помогать. Да, так оно и было. Кошек я не лечила, но пыталась своими руками помогать людям и то не всем. И через какой-то период времени мне было сказано, что у Виктора Александровича гораздо больше энергии, чем у меня. Он говорит, я с проблемами людей справлюсь гораздо быстрее, чем ты. Да, ты можешь где-то помочь, что-то сделать, но ты не знаешь, как защититься. от людей. Люди разные. И не знаете, от чего они болеют, что на них было послано свыше. Или это наказание, и вы должны его пережить, с ним справиться. Вам дано это как испытание. Или вы просто случайно где-то это свое заболевание подхватили. Также от людей, которые приходят люди разные с какой-то злобой, с какой-то завистью, с какой-то нехорошей энергетикой, они могут вам тоже передать свои болезни. поэтому, не зная, как от этого защититься, лучше в эти проблемы не лезть. Можно энергетически кому-то помочь что-то делать, но Виктор мне говорил, лучше всего работать с детьми. они более открытые и еще нет такой злобы, как у более взрослых людей. Поэтому не зная, как защититься, лучше не лезть. И я не лезла. Я ездила только с ним, а он ездил для того, чтобы пообщаться и вот передать, как я говорила, контейнеры, которые были ему даны. Я эти контейнеры не видела ни разу, он их никому не показывал, но он рассказывал о том, что когда недалеко от Чернобыля набирали землю, он говорит, вот у контейнеров подносишь счетчик, и он работает. Крышкой закрываешь, опять счетчик ноль. Какие-то у них контейнеры наглухо закрывались, которые не воспринимают радиацию, они блокировали эту радиацию. И после того, как Виктор отдавал им эти контейнеры, он должен был точно указать место, где были забраны вода и земля. Для того, чтобы потом другая цивилизация, люди другой цивилизации могли нам помочь и справиться с нашими земными проблемами. Ведь это наши проблемы. Виктор объяснял это по-другому. Они не везде могут приземлиться и поставить свою, как наши называли, тарелку. Она все-таки очень огромная и большая. В контакт с простыми людьми они входить не хотели, поэтому они все-таки у них была возможность скрываться, закрываться, но несчастных случаев никто не исключает, поэтому они сторонились и уходили в глухие места, чтобы не привлекать внимание, чтобы что-то делать, чтобы их не замечали. Когда-то мы войдем в контакт, но пока еще рано. в последнее время Виктор не смог чисто по физическим данным, у него больное колено тоже было, и он сказал, что предупредил, что я не смогу с вами входить в контакт и приносить, помогать, что-то делать. Они ему дали другого человека. Виктор встретился, это был молодой человек. Мне он об этом сказал, когда уже встретились, когда он уже передал контейнеры другим людям. Так что людей, которые с ними контактируют, много, но все это скрывают, чтобы их не приняли за шизофреников. Ну, даже я считаю, что вот 50 на 50, пока я сама не пощупаю, пока я вот не увижу инопланетянина. Я не могу сказать, что я вот на 100% вижу, верю. Я не могу сказать, что я кого-то видела, кого-то слышала в ВКонтакте. Да, у меня какие-то отдельные были. Я не могу сказать, что это контакт. но какие-то были случаи, которые я не могла, я пыталась их расценить, как бы мне это понять, и как это что-то сверхъестественное происходит. Но свойственно человеку сомневаться, поэтому я всегда думала, а может там что-то произошло. Нет, я не верю, что это инопланетяне. Может, сомнение всегда остается. Виктор Александрович мне всегда говорил, мы многого, очень многого не знаем. И наш организм еще настолько не исследован, мы его вообще не знаем. Мы можем сами себя лечить. Просто мы не знаем как. Мы пытаемся лечить травами. Мы пытаемся кто как может. Но кто-то пытается лечить руками энергетически какие-то контакты. Но полностью наш мозг и наши возможности еще не изучены. Виктор Александрович как-то задал им вопрос. Скажите, а есть на свете Бог? Они ответили, да, есть. Но только не тот Бог, в которого верите вы. Вы делаете распятие, вы молитесь этому распятию, это по их цивилизации это не Бог, это Сын Бога. Бог, как они объяснили, да, говорит, мы верим в Бога, но наш Бог, это вселенский разум, он невидимый, но он всем руководит и все идет по законам вселенной. мы верим в Отца Бога, вот в того вселенского разума, вы верите в Сына, а мы говорим Бог един. Он выходил из тела и мог находиться в пространстве хоть на Луне. Он говорит, я мог взять человека за руку и полететь вместе с ним. Со мной он таких вещей не проделывал, он всегда боялся, чтобы я не сошла с ума, он меня оберегал. Но неизвестно, когда человек вылетает из собственного тела и со стороны смотрит на землю, извините, это может привести к очень плачевным результатам. К этому надо готовиться. Это надо осознать и быть к этому готовыми. Так же, как он говорил мне, что если вдруг ты будешь в аномальной зоне и с тобой что-то случится необычное или с тобой войдут в какой-то контакт, никогда не пугайся. Спокойно относись, как будто это все нормально, вот как будто это каждый день случается. Потому что были случаи, когда с человеком пытались войти в контакт и человек ждал несколько лет, чтобы с ними войти в контакт. Но получилось, что когда с ним попытались войти в контакт, он от неожиданности закричал и закричал очень сильно. Все, все вернули на свои места, больше с этим человеком не входили в контакт никогда. Он ходил много лет подряд. Он говорит, ну может быть, вот второй раз я точно не испугаюсь, уже все произойдет. Нет, второй раз уже с ним не вошли. Уже люди разные по психике. Кто-то может с этим справляться, кто-то нет. Кто-то во все эти инопланетные вещи верит, кто-то говорит, нет, пока я не пощупаю, я в это не верю. Дело в том, что я не знаю, как это воспринимать, но у меня был случай уже после ухода из жизни Виктора Александровича. Мы группой пошли на ту же самую поляну, поставили точно так же палатки и находились там. И в одну из ночей я проснулась от того, что моя палатка светилась. У меня я сначала не поняла, что происходит, потом повернулась и увидела, что за моей спиной на палатке большой четкий красный круг, как будто светил красный прожектор. Точные контуры, он не двигался, вот этот вот круг прожектора стоял. Я не испугалась, я смотрела спокойно, потому что меня готовили к этому и сказала ничего не удивляйся. Но я не хотела входить ни в какие контакты, я к этому не готовилась. У меня были другие в это время проблемы. Только что ушел муж, и я думала совсем другими мыслями. я смотрела на этот круг, я понимала, что или со мной хотят войти в контакт, или я пыталась понять, что от меня требуется, для чего они направили этот свет. Я не понимала, но понимала, что мне это не надо. Я спокойно нащупала рукой фонарик и точно направила на этот прожектор красного цвета свой фонарик. было не мгновение, а вот доля, секунда какая-то, когда вот эти световые потоки встретились, и вдруг неожиданно раз, этот прожектор потух. После этого я открыла палатку, вышла, я обошла все кругом. Никакого аномального я не видела, я никого не встретила, ни трава не помята, все люди спали. Долго оценивала, не сошла ли я с ума, но я четко видела красный прожектор, и у меня палатка светилась красным светом. Я понимала, что со мной это произошло. На утро, когда все проснулись, и я подошла, ребятам рассказала у костра, я говорю, вы знаете, что ночью было? Они говорят, с тобой хотели войти в контакт. Я говорю, я этого не поняла. Я думала, что произошло, почему, как, зачем, но как-то я не сообразила, надо мне это или не надо. Я просто направила луч света, ну как они на меня, так и я на них. Все, на этом контакт был закончен. я знаю, я знаю, что у нас был один случай, когда человек 15 лет ходил, регулярно, ходил и пытался войти с ними в контакт, а они не выходили с ним на контакт, никак. Не знаю, по каким причинам, и в один из дней он попросил, Виктор Александрович, спросите у своих друзей, в этом году они со мной выйдут на контакт или нет, а то там жена просит на курорт поехать. Виктор Александрович подумал, подумал, 15 лет человек ходит, да нет, говорит, я спросила, они сказали, что на контакт не выйдут. И человек со спокойной душой поехал отдыхать. Когда мы вернулись, вернее, мы были еще на поляне, он пришел и сказал, ты знаешь, мои друзья сегодня спросили, а где ваш друг, который всегда был с вами? И когда мы этому другу сказали, что о нем спрашивали, он очень сильно переживал. Он говорит, я 15 лет ходил, один раз не пошел, и вот такое произошло. А был еще один случай, когда этот человек попытался проследить за Виктором Александровичем, когда он пойдет на контакт со своими друзьями, ну, как бы проследить и посмотреть со стороны, как это будет. Они прошли длительный период, и Виктор Александрович его заметил не сразу, и уже оставалось буквально там, ну, километр, наверное, надо было перейти речку и выйти на болото, на остров. Он говорит, мы решили передохнуть перед вот последним рывком. Этот человек, он сказал, что, ну, они сели, давай отдохнем, давай отдохнем. Он, говорит, прислонился головой к березе и заснул. Виктор Александрович посмотрел и говорит, ну, значит, так к тому и быть. Спокойно собрал свои вещи и пошел на контакт. Там он побыл какой-то период времени, там, как он рассказывал, я, говорит, видел эту тарелку, огромную. Они, говорит, меня пустили и вовнутрь, я посидел, посмотрел пульт управления, они мне предложили, не хотите ли слетать на нашу планету. Он, говорит, я сказал честно, я подумал и думаю, хорошо, вот они меня сейчас отправят туда, а вернут ли они меня обратно? И я испугался. Я сказала, нет, не хочу, на вашу планету не хочу. Вот. И потом вернулся обратно к этому человеку, который заснул у березы. Когда он его разбудил, его товарищ спросил, вы уже были? Он говорит, был. Я не знаю, как я заснул, я не знаю, что со мной произошло, я не понял, почему. Но он очень расстроился, но что делать, уже контакт произошел, уже все обратно не вернешь. И они пустились в обратный путь. Когда они пришли на поляну, вот этот человек всем рассказывал, что вот, вы представляете, я тайком крался, я как-то что-то. И в последний момент промахнулся и заснул. Но все посмеялись, все говорили, ну бывает, ну все. Прошло еще два года, и когда опять мы собрались на этой же поляне, начали вспоминать случаи, которые проходили. Ну, кто-то приходит, кто-то что-то друг другу рассказывает. И мы сказали, ты помнишь, как тебя усыпили? Этот человек посмотрел и сказал, такого не было. Говорит, как не было? Ты вернулся и при всех рассказывал, что вот ты почти дошел, что ты там все-все видел, отследил, и только последнего шага тебе не хватило. Он удивленно смотрел и говорил, нет, я никогда не ходил за Виктором Александровичем, я никогда ничего не отслеживал, чего вы мне тут наговариваете. Я спокойно толкнула локтем Виктора и сказала, я говорю, не надо, ничего, не убеждаю его. Все слышали, все знают, как он сам рассказывал, но ему стерли память. он пошел туда в том направлении, которое он не должен был знать. Ему просто стерли память. Он честно, откровенно на всех смотрел, не понимал, о чем ему говорят, не было такого, не было, а все на него смотрели и говорят, ты-то сам рассказывал. Редактор субтитров